Вот она связи. Рад вам сообщить, вышла новая игра по Звёздным Войнам. Стратегия. Непременно поддержите видеоролик лайком, чтобы увидела как можно больше ценителей Звёздных Войн. И, конечно, подпишитесь на канал. А мы переходим к игре. Чтобы самолично опробовать новую игру по Звёздным Войнам, много сил вам не потребуется. Приобретите другую замечательную, кстати, игру Company of Heroes, самую первую часть. Придите по ссылке, которую я оставлю в описании. И встретит вас замечательная страница уже по игре, которая нам нужна. Звёздные Войны Frontlines. Галактическая Гражданская Война. Здесь находите кнопочку Files. Приходите по ней. Итак, вы большой молодец, уважаемый зритель. Теперь вам надо найти файл под названием Галактическая Война Гражданская Версия 1. Если вы посмотрите на дату загрузки, 12 января 2023 года, вы поразитесь тем, насколько нова эта стратегия. Ладно, мы переходим, не будем отвлекаться. Тут всё довольно-таки незатейливо. Надо нажать сюда, Download Now, чтобы загрузилась игра. Если ничего не начинается, не волнуйтесь. Вы просто, как и пишут здесь, кликаете вот на эту строчку. Но если и тут ничего не происходит, вам надо перейти на зеркало мира. Подождать чуть-чуть. И вот здесь выбрать комфортную для вас загрузку. Поздравляю, наш файл успешно загрузился. Вот, собственно, и он. Что делать дальше? Переходите в ваш Steam, нажимаете на игру Company of Heroes, правой кнопкой мыши, управление и смотрите локальные файлы. Пред вами сейчас игра, но точнее её файлы. Открываете снова архив с нашей игрой по Звездным Войнам и берёте, выделяете это всё, перетаскиваете, зажав левой кнопкой мыши, сюда. Поздравляю, мы на финичной прямой, но практически. Надо сделать ещё один небольшой, но шажок. Снова возвращаемся на сайт, чуть-чуть опускаемся вниз, читаем больше, выделяем вот эту важнейшую строчку. Дефис, дев, мод и так далее. Ctrl-C, открываем Steam, снова нажимаем на нашу игру, правой кнопкой мыши, свойства. И вот в эту важную строчку вы вводите, нажав Ctrl-V, то, что мы с вами скопировали. И, кстати, очень важная игра, увы и ах, но не локализована на русский, украинский и другие языки. Поэтому вы непременно заходите сюда, если у вас стоит не английский, и ставьте английский. Иначе у вас просто будет билиберда. Вот теперь можно нажимать на заветную кнопку «Играть». В свою очередь я желаю вам приятного времяпрепровождения. Я думаю, если вы ценитель Звёздных войн, а ещё к тому же обожатель стратегий, то сегодня ваш счастливый день, потому что я рад вам представить новую игру по Звёздным войнам, которая называется Frontlines Galactic Civil War, что значит «Галактическая гражданская война». Да, разработчик решил затронуть эпоху противостояния повстанцев с Галактической империей двух разных мировоззрений. Но если, конечно, быть точным, то на стране повстанцев были многие банды и прочие формирования. Но, тем не менее, мы сейчас с вами не об этом, а рассматриваем только игру. Нажимаем, естественно, сразу же «Играть», уходим в бой. Существуют две фракции, как ни удивительно, «Галактические повстанцы» Rebel Alliance, «Альянс повстанцев» и, естественно, «Галактическая империя». Вы можете играть либо с искусственным интеллектом, но также и с другом, ну или каким-нибудь незнакомцем, который также установит эту игру. Ну, пожалуйста, ограничений каких-либо нет. Это официальный релиз. Все недоработки были исправлены в течение, я сейчас скажу без преувеличения, многих лет. Вы не ослышались, это так. Игра делалась более двух лет. Поэтому, я думаю, вы должны оценить её. И, естественно, я сейчас буду сражаться за «Галактическую империю» во имя нашего императора. Ставлю средний уровень повстанцам. Наша цель не показать какие-то сверхъестественные результаты, а лишь ознакомиться с продуктом. Много тут карт, как я уже и отмечал ранее. Они, кстати говоря, остались и со Второй мировой войны. Поэтому, если вам уж хочется сделать такой эксперимент, как будет выглядеть штурмовик где-нибудь в Украине, вы можете это реализовать. Но мы с вами поиграем, например, на карте «Дагоба». Почему бы и нет. Очень интересная болотистая местность на уничтожение. Или, ну хорошо, на очки. Всего лишь 250 мы и сделаем. Зафиксируем местоположение. Кстати, довольно любопытно. Смотрите, как повстанцы как бы посередине центру, а мы их берём в клешне. Очень-очень интересно. Ну и нажимаем «Старт». И уже с самого начала нас встречает Люк Скайуокер на своём подбитом истребителе вместе с R2-D2. Очень красивый постер. Картина. Давайте нажимаем нашу клавишу. И появляемся на карте «Дагоба». Наши с вами солдаты. Давайте я попробую приблизить. Вот так выглядит. Ладно, не будем медлить. Как видим, наш союзник уже начал движение. И это, кстати, демонстрация того, что здесь искусственный интеллект работает. Просто многие могли бы подумать, что с какими-то ошибками стоят на месте. Нет, вы сами можете наблюдать. Всё довольно активно происходит. Я извиняюсь за моё колёсико мыши. Надо будет новую мышку обязательно приобрести. Пардон. Вроде наладил. Теперь вы должны понимать, почему я, к сожалению, приближать не буду вам эту замечательную игру. И тут новые совершенно строения. Вот давайте где-нибудь... К сожалению, местность маленькая. Не могу поставить. Но в этой казарме находятся штурмовики, шагоходы, спидеры и всё остальное прочее. Все интересности. И, конечно, фокусы. Да, вы можете выбрать либо 501-й корпус, так называемый кулак Дарта Вейдера. Поддержку с орбиты от имперской флотилии. Или просто имперский военный корпус армейский, где служили не штурмовики, а простые солдаты. Пожалуйста, Дарт Вейдер. И, естественно, поддержка с воздуха. Какого воздуха? Космоса. Извините уж меня за оговорку. Так, давайте захватывать точку, чтобы получать очки. И, кстати говоря, карта мне напоминает, знаете, очень... Там началась перестрелка. Давайте посмотрим. Ландшафты Первой мировой войны. Это о том, что она мне напоминает. Слышите? Не знаю, да или нет, но звуки. Даже звуки. А как всё плавно, хорошо. Никаких ошибок. Вот при вас я сейчас без вырезок видео или чего-то ещё практически делаю. И, как видите, всё работает. Да, можно действительно здесь поставить, например, аванпост, который будет добывать нам более ресурсов и всего остального. Ну, или, например, можем здесь построить пулемётчика. Ага, вот контакт. Повстанцы. Отродье. Я предлагаю чуть-чуть отойти и поставить здесь расчёт пулемёта. Кстати говоря, в отличие от ванильной версии игры, здесь не надо дополнительно за это платить. Штурмовик появится автоматически. Так, союзник выходит мне на помощь. Большой молодец. Я думаю, надо зажать повстанцев здесь. Но, как видите, да, отвлекаться некогда. Уже вовсю идёт баталия. Прекрасно. Вот наш с вами пулемётчик. Давайте его защитим. Ага. У них менее 200 очков. Нам докладывают. И, кстати, даже новая озвучка. Представьте себе, помимо музыки и звуков, ещё и поработали над озвучкой. Но, к сожалению, да, не заменили. А может быть, и не было возможности технической заменить флаги. Мы видим здесь Райха. Но ничего страшного. Я думаю, можно скидку сделать. Может быть, если вы обратите активное внимание, поддержите разработчика, это всё будет поправлено. Кстати говоря, мы ведь не выбрали с вами наш путь. Но давайте, естественно, отдадим предпочтение кулаку Вейдера. Куда же без него? Я знаю, если бы я выбрал что-то другое, мне бы, скорее всего, публика этого не простила. Всё ради вас. Так, тут, я думаю, мы можем отступить. Надо восполнить наши потери. Кстати, пора посмотрим, как это работает. Всё работает, всё хорошо. Ну вот, конечно, казармы построить, да, не выходят. Но ничего, я думаю, ещё получится. Ну-ка, а можем ли мы на территории союзника это сделать? Потому что, да, смотрите, почему-то у союзника местность лучше. Он и свои казармы построил. И мы тоже, естественно, этим сейчас займёмся. Наконец, мне удалось построить казармы. Добрался до союзника уж извини. Дружище, не хотел тебе мешать, но не могу себя обустроить. Такое замечательное настроение. Как видите, повстанцы проигрывают. Но я хочу вам показать, что сейчас прибудет. Та-дам! Да, это AT-ST, собственно, персоной. А работает ли она? Давайте посмотрим. Кстати, что имеется в казармах. Можете сами сейчас посмотреть. Поставить на паузу. Но вообще, я вам рекомендую настоятельно установить. И лично насладиться этим. Давайте я вам продемонстрирую, как работает AT-ST. Она рвётся в бой. Смотрите, через деревья стреляет по вражеской базе. Но, конечно, хочется задать трёпки повстанцам. У них в сердце. Вот, кстати, штурмовики подошли. Давайте вот тоже в бой, парни. Ух ты! Как сильно бьёт! Смотрите, аж трясётся. Неужели я сейчас... Ну-ка, какая-то способность есть. Гранейт. Давайте попробуем пустить гранаты. Ух ты! Хо-хо-хо-хо! Это очень удивительно. Нет, кажется, меня сейчас уничтожат. Хотя, стойте. А может и нет. Да! Всё-таки я держал верх. Ну, с империей, конечно, повстанцам не тягаться. У штурмовиков тоже имеются огромное количество, как видите, различных способностей. Например, я включил одну из них. Вот тут я могу сейчас взять Dark Motivations. Этого делать не буду. Хотя, в принципе, времени у нас вряд ли останется. Давайте ради интереса посмотрим, что это такое. Ресурсов у меня не хватает. Мы попробуем дождаться. Вот эта способность заставляет противника отступать. Влияние тёмной силы. К сожалению, применить я её сейчас не могу. Но попробую сделать что-то. Ух ты, как! Какие тут крики! Вы не представляете себе. Но, в любом случае, мы уже держали верх над бандитами. Мы их уничтожили. Я ещё и строю тяжёлых штурмовиков. Команду красных. Думаю, тут можно отступать. Давайте позовём наших инженеров. Пусть они поддержат огнём. Ну, как это красиво, на самом деле. Проработано. Вы знаете, здесь действительно чувствуется душа, что называется. Человек старался. И видно, что работал педант. Очень аккуратно. С любовью. И я вам настоятельно рекомендую так же опробовать. Вот тут подошло подкрепление. Построились, кстати говоря, ещё одни штурмовики. Я вижу, там у них есть пулемёт, похоже, на МГ-34. Всем известное, да? Ну да, тут у них и написано, что пулемётный расчёт. Можно его, кстати, вот так поставить. Но, в любом случае, мы одержали верх. Я себя торжественно с этим поздравляю. Вот они тоже входят в бой. Поддерживает союзник. Это победа империи. Никогда повстанцам нас не победить. И, как видите, музыка. Не знаю, слышите вы или нет. Я, к сожалению, не смогу вам её прибавить. По причинам авторским заблокируют тогда видео. И, конечно, даже постер, всё остальное. Я тоже вас поздравляю. И желаю удачи и приятного. Я ещё раз говорю, времяпрепровождение. Ну, а это конец видео. Обязательно подпишись и поставь лайк. С тобой был Ото. Ещё увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok